добрый вечер вечер 31 октября накануне ночи хэллоуина и рынок продемонстрировал чертовский взлет то что собственно и ожидалось на протяжении нескольких блогах я говорил о том что я склоняюсь к версии что все то что происходит в октябре на финансовых рынках это все-таки не обвал и не новый мировой финансовый кризис а всего лишь очень резкая коррекция и судя потому что произошло вчера и произошло сегодня на wall street именно это и случилось на рынке резкое отрастание акций большинства компаний и подъем большинства рыночных показателей в общем сегодня быки ликуют и я вместе с ними результаты трейдинга после определенных потерь видите на экране на платформе финам нам удалось подняться за счет того что резко выросли акции теслы на платформе теле трейд где происходит самый резкий самый наверное бурный форекс трейдинг там падение но мы чуть-чуть отыграли и трейдинг на финансовом рынке после серьезного падения опять возвращаюсь к очень высоким показателям прибыли и рассчитываю на большее потому что по-прежнему держу позиции что касается форекс трейдинга то как видите я оставляю пока открытыми все те же сделки то есть фунт против доллара доллар на понижение против швейцарского франка и евро против долларов то есть таким образом три ключевые резервные валюты я торгую вверх против доллара сегодня впрочем несмотря на подъем американского фондового рынка адекватного как часто бывает снижение курса доллара не случилось я ожидаю все-таки что это в ближайшее время произойдет поэтому по-прежнему держу эти позиции открытыми но ввиду того что упал от предыдущего значения прибыли новые позиции не открываю не добавляю и даже воздержусь от своего любимого инструмента австралийский доллар но тем не менее у тех у кого сейчас побольше денег на заборе запасе в депозите и побольше аппетит риском очень советую посмотреть пары связанные с австралийским долларом я имею ввиду пары прежде всего австралийский доллар против доллара и австралийский доллар против канадского доллара а так все-таки я жду что англия капитулирует да и возвращаясь к хэллоуину сегодня впервые с 1900 если не ошибаюсь восемьдесят третьего года я нарисовал рисунок это кошка черная это видимо в честь хэллоуина навеяно ну и в честь того что происходит на рынках а вообще это хороший повод поговорить о нечисти и хочется показать вам две цифры которые опубликованы у нас на портале финверсия 1 это репортаж недавнего мероприятия по мошенничеству на финансовых рынках на днях в москве состоялся круглый стол финансовое мошенничество пирамида недобросовестные финансовые услуги и на нем управляющий федерального общественно государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров марат софиолин огласил следующую цифру ежегодный ущерб от действий финансовых мошенников россии составляет около 500 миллион миллиардов рублей а что такое мошенники мошенники очень часто в понимании многих участников рынка это не только действительно мошенники но и все те кто предлагает вам сколько либо рискованные вложения сколь либо рискованный заработок на финансовых рынках по мнению этих людей единственное что мы можем делать это класть свои деньги на депозит получать свои 0 5 или 1 процент в долларах за год и процентов 8 в рублях которые все время тают под влиянием инфляции и продолжая разговор о нечисти еще одна важная цифра которая также опубликована на портале финверсия наши коллеги из агентства бизнес-дром вот она 7 триллионов 700 миллиардов рублей составила суммарное состояние состоятельных клиентов российских банков а всего этих людей в россии 27 тысяч человек 7 триллионов 700 миллиардов и знаете сколько прирастет их состояние в этом трудном для всех году когда большинство у большинства людей доходы снижаются по оценкам экспертов за 18 год состояние этих 27 тысяч бакинских комиссаров увеличится ровно на 1 триллион так что несите свои деньги в российские банки и ни в коем случае не рискуйте на более таких скажем рискованных более сложных рынках потому что вполне возможно вам объяснят что предлагают вам эти услуги исключительно мошенники но российских банков написано вот здесь по итогам девяти месяцев 2018 года треть российских банков убыточный а в каком обслуживаетесь вы это уж выбирайте сами или гадайте сами а если возвращаться к темам трейдинга то я бы обратил внимание всех кто смотрит этот блок вот на этот пост тимура турлова ралли санта клауса он пишет как раз от той просадки которая в октябре коснулась практически всех рынков кроме рынка форекс рынок форекс осталось довольно спокойной и пишет о том что сейчас многие паникуют но на самом деле по мнению целого ряда экспертов и целого ряда как бы сигналов на самом деле сейчас время покупать покупать и покупать у кого крепкие нервы тут именно сейчас может успешно начинать трейдинг на финансовых рынках хорошего хэллоуина